Какие-то процедуры начало оставать. Когда начало оставать, образовывались первые молекулы, останавливались вот эти вот полотые, там, бремиокваркандроновые и глионовые плазмы. Значит, естественно, первые материальные объекты, которые можно было бы рассмотреть в Вселенной, это были наночастицы. Ничего другого быть и не могло. Все планеты Солнечной группы, что по теории Шмидта по модели, что по модели Канта, по любой, но есть существующих теорий, и все равно они образовывались из газополевого облака, который, в случае, естественно, образовывался из наночастиц. Поэтому все наши планеты с вами собканы из этого. Когда-то, когда Солнечная система только начиналась, вы знаете, ну, если не знаете, я вам напомню, она состояла из огромного количества планет. Планеты Земали, если правильно сказать, 50-100. Они более 100 миллионов лет крутились по орбитам. Это не были там 9 планет, которые сейчас из кусков, там, температура. В общем, из этих маленьких наночастиц в итоге была создана насущная система и все остальные системы из планет такой земной группы. Поэтому наша жизнь обязана, естественно, наночастицам. Ну, это такой краткий, понятный, очевидный совершенно вывод. Происхождение наночастиц. Можно, в принципе, это сейчас не читать, да? Я просто словами объясню. Механических и химических процессов в природе, которые образуются, в результате которых образуются наночастицы, их достаточно много. Вся Вселенная сейчас пересыщена наночастицами. И вот многие проблемы межзвездных перелетов, они, в первую очередь, связаны с тем, что возможно, возможно, мы не сможем никак от них защититься. Радиация – это все печально. Понятно, там, думают, что вот мы когда-нибудь там свинцовыми обернем корабли, когда полететь. Ведь вы понимаете, что когда корабль выйдет из магнитного поля Земли, он сразу окажется по действиям солнечного ветра или других ракет разных излучений, взрывов сверхновых, которые там долетают до нас там за миллионы лет. Вот. И боюсь, что могут быть проблемы. Не только я. И, значит, та же самая Луна, вот эти образцы лунного грунта, которых американцы приперлили с 50-х килограмм, а мы их притащили намного меньше с помощью луноходов, но даже в них вот эта реголитовая пыль, она вся наноразмерна. То есть вот это действительно проблема, которая может возникнуть с человечеством, когда он пойдет за границей. Сейчас, на данный момент, присутствуют и в космосе, и на планете Земля вот такие вот источники наночастиц. Причем, что такое наночастицы? Это любой объект меньше 100 нанометров. Если у вас объект 150 нанометров, Чубасси ему скажет денег не дам, как он наговорил многим людям при мне, когда я видел. Все, 100 нанометров – это точка. Она, понятное дело, что достаточно искусственная, потому что это граница в природе, чтобы вы понимали, да, пока вы читаете слайд, когда объект существует в условиях влажности, в условиях нашего планетарного вот этого, ну, вот этих вот физико-химических условий, он наноразмерном состоянии практически не существует. Они скатываются, они слипаются. В воде эти черные курильщики, понятно, что они будут агрегироваться, их будут поедать какие-то микроорганизмы, фокацитировать их случайно или специально. То есть природа вообще-то как бы избавляется. Наноразмерный диапазон – это смерть, да, то есть все, что клетка не может переварить, а наночастицы она переварить не может, потому что не существует особо ферментов, кроме мифической силиказы, которая может разрезать, вот, допустим, вы знаете, что термиты могут питаться деревом, да. Почему это происходит? Потому что внутри термитов есть маленький микроорганизм, у которого есть фермент селубиаза, который может это разрезать, то есть, грубо говоря, если бы у нас этот фермент был в кишечнике, мы бы с вами завтракали салатиком из ольхи, варили бы суп из дуба, мы бы спокойно перерабатывали так же, как мы едим хлеб, например. Но у нас этого фермента нет, так и нет фермента в природе, который бы разрушал минеральную матрицу. Нет фермента, кроме, в последней работе говорят о том, что мелопероксидаза может разрушать углеродные нанотрубки. Но опять же это все установлено было, ну, вроде бы, понимаете, да, это беда, то есть наночаститель действительно опасный их давно и сильно изучают. Это стандартный слайд, я взял его с чужой презентации, не буду обманывать. Вот, значит, здесь нарисовано, что вообще наночастицы в одном из линейных размеров, которых меньше 100 нанометров, они как бы бесконечно длинные, но диаметр у них 100 нанометров, да, или тонкий. Они могут быть распластанные по поверхности, могут, гипотетически, как говорят, графен можно сделать, человека-паука смотрели фильм, да, вот он шастал по вот этим вот стенам, графеновых перчатках, ну, так считается. Площадь сцепления у графена огромная будет. Если, правда, существо потом умудрится руку отрывать от стены, оно полезет дальше, что маловероятно. То есть вот это тоже наноразмерный материал, просто он очень тонкий, в один слой, да. Вот, нулимерные квантовые вот эти точки, нулимерные частицы, это самый интересный объект, их сейчас делают в применении абсолютно микроэлектроники в разных там нанотехнологических процессах. Это частицы, которые существуют только в иммобилизированном состоянии, в матрице. Ну, как бы, чтобы вы не грустили, потому что я понимаю, я тоже, когда длинные слова слышу, начинаю сразу взевать. Вот, поэтому мы прогоним быстро вот этот слайд по использованию технологии. Значит, с чем связана вся эта вещь, она же, как вы помните, в 1959 году основатель, значит, этого как бы термина и этого всем направления сказал, у него доклад назывался в дословном русском переводе, там внизу много места. То есть все процессы, безусловно, в природе, то есть мы можем расценивать как нано-машины, белки, да, мы можем расценивать все процессы, происходящие на биохимическом, биофизическом уровне, как нано-размерные, поскольку там вот эти крыли. Мы просто это раньше по-другому называли. Конечно, мягко скажем, существуют ушлые ученые, которые говорят, все, мы занимаемся нанотехнологиями, я видел несколько статей, которые никакого отношения к нанотехнологиям не имеют, но они были так завуалированы, чтобы деньги получить на экраны, чтобы сказать, мы тоже занимаемся нанотехнологиями. То есть старая добрая, допустим, окраска коллоидным золотом вдруг стала нанотехнологией, когда вот красит клетка. Ну, не буду его развивать, много такого забавно, но при всем при этом, мы должны понимать, в чем нанотехнологии, в чем их ценность, в чем как бы интерес его этого, и в чем в мире действительно вкладывается и будут вкладываться в это огромное количество денег. Вот если мы возьмем куб, допустим, да, вот у него грань будет там 100 сантиметров, у него будет одна площадь. Разделим его вот на 8 частей, у него будет другая площадь. Разделим еще на 800. Понимаете? Площадь удельной поверхности растет. Если мы говорим о процессах, когда нужна огромная площадь поверхности, каталитические процессы, когда мы говорим о том, что самолеты надо покрывать тонкой пленкой, которая не будет разрушаться от действий различных физических факторов, много-много процессов и явлений, которые с приходом нанотехнологии стали реальными. Наномедицина на Западе делает огромные рывки. То есть, грубо говоря, нанодиагностика, когда на маленький золото-платиновый стерженек, ну я показываю, конечно, вы так не увидите, наносят несколько слоев различных материалов, сверху наносят, и он становится диагностическим, идеальным элементом. Скажем, я на той конференции слышал человека, рынок только наномедицины, только вот этой нанодиагностики оценивается, там, что-то 25 миллиардов долларов в год, это только посреди Европы, это только научные разработки. То есть денег очень много вкладывается. И это действительно важные, интересные вещи, мы сможем достичь, ну, как говорится, образить просторы Большого театра, да, как говорят. Значит, в чем опасность данной частиц, в чем все это, как бы, катастрофическое? Это, во-первых, маленькие размеры, это огромный критический заряд. Я не буду повторять то, что написано, просто объясню. Вы знаете, что кислород, несмотря на то, что благодаря нему мы с вами можем быстро двигаться, быстро соображать, да, в отличие от данного процесса окисления, мы можем, как бы, мы должны относиться к кислороду, как к яду. Вот, допустим, наночастица внутри клетки, это все равно, что вы в карман засунете, подожгете зажигалку, будете постоянно носить. На поверхности наночастицы этот огромный электрический заряд называет постоянный электролизм воды. То есть, постоянно вода разрушается, возникает огромное количество свободных радикалов, а свободные радикалы ребята неконтролируемы. Они рвут все, что увидят вокруг. Они рвут биомолекулы, белка, белки. То есть, это реальная проблема. И нанотоксикология, наука которой этим занимается, она как раз и занимается изучением, каким образом. Пока, честно говоря, вот я тоже немного занимаюсь, можно сказать, что все исследования, их там десятки тысяч на данный момент, относятся к тому, что мы взяли крысу, или мы взяли там какой-то организм, дали ему в каком-то виде наночастицы, и у него повредилось то-то. Механизм обзащиты в одной стадии не написано, потому что это практически невозможно. Помните, была история с Петриком, когда его там все ругали, говорили, что это вообще... Он пытался, он, конечно, не правил это дело. Вот, но имеется в виду, то есть, вряд ли бы у него что-то получилось. Но сам смысл защиты, он в какое-то время будет, возможно, крайне актуален. Вы, например, сейчас, ну, да, мы, во всяком случае, многие используете косметику, которые ходят на частицы титана, да, оксида, Тио-2. То есть, у многих вот этот белый цвет, раньше свинцовый бюджет был, сейчас больше титановый. Наноматериалов в телефонах, которые у нас в карманах, используется очень много. Значит, существует вот этот момент пятой научно-технологической революции, которая произойти должна в ближайшее время. Некоторые уже там туда практически одно-другое наступили из стран. Вопрос, как бы, чтобы вы понимали, нынешние самолеты практически не содержат нанотехнологии, но в лучшем случае, самый последний, театр-380, там 30-36% материалов внутри и снаружи конкуса являются как бы продуктом нанотехнологий. Считается, что мы получим огромное сокращение расхода топлива и различные другие положительные вещи, когда на самолете станет на 75% состоять из наноматериалов, из нанотехнологий. Внутри его используются. Понимаете, что я объединяю? Наноматериалы – это то, что произведено, и имеет формы какие-то, да? Вот, а нанотехнология – это сам процесс. Значит, для примера опасности наночастиц, по сравнению, допустим, с микрочастицами меди, вот тут очень простые цифры. Вот просто по дозировкам 12 раз. Одно и то же вещество, одна и та же, там, медь, да, или оксид меди. А разница в токсикологии огромная. То есть, ну, это просто как бы… И если мы уйдем вниз, это еще, причем, не самые большие наночастицы меди, они тоже разные бывают. Чем меньше, тем страшнее. Самые опасные наночастицы находятся в промежутке 10-20 нанометров. Это считается самым токсичным. Более, как бы, попроще, это 50, 100 и выше. То есть, там уже внутри существуют разные… Сейчас, мне дальше мне никого отсюда ставят. Значит, наночастицы в городе. Это абсолютно реальная вещь. Причем я сейчас вам рассказываю только про Владивосток. Ну, это… Здесь их не видно, в общем-то, визуально. Это полуостров Шкота, да, Игорь Шельд. Это возле памятника Капитана Ущетинения, да? Там со всех сторон поддувается. Если взять под микроскоп то, чем мы дышим, это красивый камень. Тут, конечно, увеличение, понятное дело, относительно. Значит, а это первая речка. Это ТЭЦ, которая работает на мазуте. Это то, что, как бы, попадает нам в легкие… Здесь, я вам скажу прямо, те же самые камни, которые были на предыдущей картинке, только они все покрыты сажей, которые имеют наноразмерный… Вот видите график? Ну, плохо видно? Вот 100 нанометров. Вот 100 нанометров. Вот это все, вот этот пик, вот это все наночастицы, все там содержится. То есть это нормальные процессы, автомобили, которые имеют дизельные двигатели, то же самое, являются источником… Значит, еще один источник реальных наночастиц – это галимонические предприятия устаревшие. Ну, знаете, хромирование, осталивание, никелирование, все другие процессы. К сожалению, эти предприятия находятся иногда в центре города, иногда возле них находятся детские садики, как в Благовещенске, например, там через дорогу детский садик находится. А это собрано рядом с забором этого предприятия, собственно говоря, в СССР, в санитарно-защитной зоне. Значит, в случае Уссурийска, это локомотиво-ремонтный завод, кто там был, особо не ходить или гулять, 86% доли этих частиц пробит. Из года год повторяется. Причем, это уже давно опубликовано, но почему-то службы контролирующие это дело на это не обращают внимания. Это под электронным микроскопом и то, что, в общем-то, было показано. Если, ну, плохо видно, просто качество фотографии, потому что энергодиспуляционным анализом делалось. Вот если бы вы это рассмотрели, ну, хорошо, там внутри все это соткано из маленьких крупинок, как виноград, ну, как грузии виноградом. Весь этот натурив, он состоит вот из таких вот мелких. Это железо и хром, это как раз продукт действия. А, ну, и вот еще какой интересный вывод из этого следует. Это кусок какого-то растения, то есть это какой-то органический детрит. Значит, получается, чем больше мы деревьев всадим в городе, тем больше наночастиц сможет сервировать этот материал, утащить его в почву, ну, будем надеяться, что там кто-то его съест, или там каким-то образом он окислится, или что-то с ним произойдет. То есть это не будет летать возле этого. То есть, грубо говоря, органика в городе, кроме всего прочего, это листья, детрит. Чем больше их летает, тем лучше. Как мы смотрели, допустим, город Бербережан такой есть, рядом с ним находится заповедник Вастак в 15 километрах. И вот этот заповедник постоянно, естественно, листья вот эти летят, и очень чистая атмосфера. Там гигиена, допустим, служба, ну, раньше самоведемостанционной, из которой, безусловно, отбирают пробу воздуха, отбирают пробу воды, отбирают пробу. Но они используют старые методики. Они, даже если вдруг когда-нибудь, хотя они это, скорее всего, не сделают, возьмут микроскоп в руки, они посмотрят на него, святой микроскоп, они не увидят этой сажи, потому что ее можно увидеть только химическим анализом. Допустим, когда к микроскопу сбоку представлен Рамоновский спектроскоп или ИК-микроскоп, когда мы можем химический состав взять. То есть, грубо говоря, автомобили, например, в городе, это 90-95% всех загрязнений. Знаете, кто у нас рекомендирует качество выхлопных газов? Кто следит за автомобилями, которые 90-95% в городе являются источниками загрязнений? ДПС. Я ничего против не имею, но они не ученые. Они не могут знать, что летит, правильно? За выхлопами друг больших, текст, еще следят службы, которые, я так понимаю, у них есть какой-то аналитический этот. Я сам покажу техосмотр, никто никогда не проверял, что у меня везет из трубы. Пойдем. Еще Вернадский сформулировал некие такие геохимические законы и на его основе в 60-х годах группа американских авторов, я не помню, установили примерно процентное соотношение. Как бы уточнили то, что тогда говорил Вернадский. Вот если мы посмотрим на то, что происходит сейчас, какие элементы в нашей новой среде находятся, мы от идеала очень-то далеки. Тут даже и по подбору. А тут, что элемент не возьми, так он токсичный. Ну там, хром, цинк, все не могут стронцы, никель давать отрицательный результат на здоровье. Значит, вторая часть вопроса, это, конечно, минеральная часть, которая в природе существует, и до насуществовала, и, конечно, в них не частично приспособились. Значит, существует на сегодняшний день в научной литературе исследование токсических свойств ряда минералов. Я не привел здесь патогенные минералы, которые, вы, может быть, знаете, азбест, ирианит, марганит, которые вызывают раки, и все про них знают. Если вы посмотрите, ну, есть одна статья очень показательная, мексиканское месторождение одно, и там добывают, значит, азбест. Вот вокруг него, помните, может быть, у кого была начальная военная подготовка, это вокруг ядерного очага, зоны такие, да, ну, чем ближе, тем хуже, ну, вот так вот. А вот вокруг этого месторождения с азбеста рак вот так вот расходится. То есть, чем ближе живешь, тем выше там на тысячу огромные показатели. То есть, те элементы проверены. Но ведь мы дышим на планете Земля 4400 различных минералов. Поэтому мы решили проверить, что все-таки, есть ли опасность от наноразмерных частиц минеральных, обычных. Мы измельчили, значит, до макроразмеров, 100 микрометров примерно это линейка, то есть, можете оценить размер частиц, чуть поменьше, и в планетарной мельнице разбили их там. мягко скажем, ты пишешь, не все прям нано, но, потому что, если ты дальше начнешь планетарной мельнице молоть, то получится, что поедет кристаллическая матрица, просто, ну, кристаллическая решетка, и этот минерал перестанет быть минералом. Если мы, например, где-то структурно засуним, все, там уже будет набор элементов. Мы хотели сохранить переселительную шоку, поэтому, ну, максимально, как могли, режимы подбирали, вот такой вот эффект получили. Я буду пролистывать, это гистологически, я просто хочу, чтобы вы увидели. Чтобы вы, вот на вот это обращали только внимание, по большому счету, в картинках избираться не обязательно. Кариопикноз, это начальный элемент апоптоза, то есть эти клетки начинают гибнуть. Киста, ну, знаете, слово у меня очень хорошо звучит. Некроз, это когда, вот здесь должны были быть живые клетки, они из-за того, что эти, опять же, наночастицы, это вот наночастицы, наночастицы минералов, наших обычных, которые вокруг, вокруг которых мы живем, попадают внутри клетки, они просто убивают вокруг себя все. Возникает такой эффект вакуумного взрыва. Вот он опять, кариопикноз, ну и, в общем, я сейчас буду пролистывать, чтобы у вас, они, может быть, вот эти наночастицы, они лежат в промежутке. Маленькие, вот их можно увидеть. А вот некроз, видите, вот как должно выглядеть в норме, ядра, 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 вот и ядер нет. То есть эти участки погибли. Это кусок печени, просто с погибшими. Вот здесь должны быть вот такие синие точки, ядра. Если их нет, значит, эта ткань погибла. Здесь это вот просто куски с печени. Значит, брали мы кололи в мышцу эти наночастицы. Брали крысу, брали бедро, вкалывали ее через шприц, ну, аккуратненько. И в этом локальном месте, естественно, возникали некрозы, стаз, значит, в печени возникала жировая дистрофия. То есть это системные ответы. То есть, грубо говоря, я к чему веду это все, чтобы мы особо так на мелочи не отвлекались. Наночастицы, это же природных минералов опасные. То есть, поэтому все так установлено, может быть, там, именно благодаря тому, что у нас есть атмосфера, плажность, воздух, они скатываются, мы вообще с вами живем. Потому что, если мы жили в условиях какого-то космоса, где постоянно это будет, ни один живой объект не возник, возможно. А нас земля защищает. Так вот, маленький город, 4400 минералов. 60% минералов, которые находятся в коре земли, корововетривание, та часть, которая контактирует с живыми организмами, она биогенного происхождения. Ну, это просто, к слову, это огромная цифра, на самом деле. Так вот, токсичность на сегодняшний момент изучена максимум 20. Вот я просто говорю, какие интересные вещи, если кто-то хочет этим заниматься, приходите. Есть огромный момент. Ну и, как бы, в конце, сейчас, знаете, всякие доклады, всяких там руководителей, они любят блок-схемы рисовать, говорят, ну, вот сейчас мы такую картинку имеем, сейчас мы будем из нее выходить. То есть, существуют опасности, существует тот момент восприятия, да, как это видится обществу, как это видится самым главным начальством. Очень тяжело все проходит, да, чтобы добиться принятия каких-то реальных законодательных моментов нужно будет сломать много копий, потратить на это много лет, но это все равно придется делать, потому что иначе какие дети могут быть здоровые в такой атмосфере? 21 век – это век аллергических и психических заболеваний по признанию ВОЗ, Сибирной организации здравоохранения. Но аллергии, понятно, да, нагнетается это все, но психически, может быть, тоже, поскольку, ну, все-таки металлы, они не инертны. Вы знаете, что в организме человека содержится там практически вся таблица Менделеева. Какая руля в убедии? Никто не знает. Такая руля цезия, он внутри есть, у золота. Допустим, у золотых рыбок у них в мозгу есть золотые контакты. Вот синаптическая передача между двумя нервными клетками в норму – это вот такая узкая щель, которая называется синаптическая щель, она там 10-15 нанометров. С этой клетки подходят пузырьки, значит, с медиатором, под действием нервного импульса они освобождаются и переходят. А у золотых рыбок вот такие тонкие золотые нитки, по которым перетекают эти вещи. То есть много вещей, много элементов, которые мы не знаем, как мы можем работать. А, ну еще страшная вещь, которая может случиться, это терроризм. Причем он уже как бы не то что присутствует, но производство наночастиц в мире сейчас таково, что теракт возможен абсолютно. То есть он может, могут попасть эти наночастицы в источники бытовой воды, эти наночастицы могут попасть в атмосферу, их могут куда угодно поместить. То есть как бы это реальная опасность и чтобы понять, понятное дело, каким образом это можно, надо создать какие-то способы защиты от этого дела. Поэтому если у вас есть какие-то свежие идеи, что-то решили, давайте пробовать с этим как-то бороться. Так что нано это может быть очень опасно. Все, спасибо большое. Друзья, пожалуйста, вопросик. Хорошо, у меня есть первый вопрос. Кирилл, скажите, пожалуйста, Кирилл, скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что в нашей стране не существует по факту никаких норм, регламентирующих выбросы наноразмерных структур, содержание их в воздухе. А вы можете привести пример стран, где подобные регламенты уже подготовлены, реализуются, или хотя бы на стадии подготовки находятся? Спасибо большое за вопрос. Действительно, у нас в стране, к сожалению, эти вещи не рекомендируются. Хотя в 2009 году под руководством Геннадия Григорьевича Нищенко было выпущено 32 документа, которые называются методические указания по исследованию воздействия на на материал, на что-то. Все эти бумажки были выпущены, я вам скажу, я разговаривал с одним из разработчиков этих бумаг, без экспериментов. Они такие сели и такие туда и написали. И вот они лежат. И ладно, что они лежат, их никто не собирается применять, поскольку, когда эта бумажка была выпущена, представьте себе, то есть Нищенко, он был главный санитарный врач, у него Роспотребнадзор, он говорит, так всем, вот у нас там в Приморском крае есть, там, в Приморском области, Хабаровске, Москве, есть вот эти подразделения, говорят, так всем, короче, принять действие. Реагональные руководители говорят, ну хорошо, дай нам приборы, дай нам как мерить, он говорит, ну давайте потом, а бумажки, чтобы выполняли. До смешного доходит, как бы. В мире существуют такие нормативы, они не приняты во всех странах, поскольку ни в одной стране не существует постоянного мониторинга ни в одном городе наноразмерных частиц. Значит, в мире я вам скажу, опасность меряется только частицами PM10, PM1, ну и там есть промежуточные два размера, 2,5 и 4, то есть это частицы меньше 10 микрометров, PM10, по типу Лейдмета, и частицы PM1, то есть меньше 1 микрометра, сейчас уже вводится 0,1. Для примера, в Москве 132 автоматические станции, которые постоянно мониторят воздух. Как это выглядит? Это насос, трубка, сверху оголовник и фильтр. Включили его на сутки, он прокачивает воздух. Оголовник устроен таким образом, что он засасывает частицы определенного размера, вот меньше 10 микрон, они туда попадают, они на фильтр осетают, что потом делают люди. Этот фильтр, он стекловолоконный или полиэтиленовый, они его взвешивают перед тем, как туда засунуть, а потом взвешивают его после того, как он сутки поработал. Они несут нас вверхточными цикла, дут и говорят, он весит 100 миллиграмм, прошло за это время 10 тысяч литров, умножают, о, у нас PM10 в этом районе столько-то, что там за частицы? Никто не следует. Максимум, что могут сделать они, растворить его в кислоте и, допустим, атомной адсорбции проверить. У них будет набор элементов, но этот набор элементов не покажет динспиены, этот набор элементов не покажет другие канцерогены. Это то, что делается в Москве, это лучший пример нашей страны, какой только может быть. 132 станции автоматически, которые собирают информацию, которая, конечно, тоже показательна, но далека от совершенства. Она не покажет вот этой картине, то есть мы как бы полумеры опять применяем. Значит, а в мире есть несколько учреждений, просто я, ну, как бы с ними контактировал. Есть такой НИОЖ, значит, это Национальный институт безопасности, здоровья и окружающей среды. National Institute for Equipation, что-то там, Safety and Health в Америке находится. У них есть норматив наноразмерных частиц 1 миллиграмм на кубический метр. Мои знакомые из Казани, товарищи гигиенисты, значит, парень защищал кандидатскую, он пошел и на одном из казанских заводов, где производят углеродные нанотробки, замерил просто в рабочей зоне концентрацию. У него получилось шестикратное превышение вот этого норматива. Ой, шестикратное, шестисот кратное. Шестьсот, сколько-то там миллиграмм на кубический метр. То есть, как бы вот, если я вас уверяю, об этом лучше не задумываться. Секрет счастливой жизни никогда не заглядывать в пирожок, который ешь, да? Но на самом деле мы дышим, но мы адаптировались, да? Есть старые истории про то, как организмы, живущие в чудовищных условиях, все-таки умудряются адаптироваться. Есть история про червяков каких-то. Ну, вы знаете, что есть такое озеро Карачай, наверное, да, в России, которое находится, вокруг которого зона отчуждения 50 километров. Это озеро, в которое сбрасывались радиоактивным охотом из завода «Маяк», который долгое время производил затоп и все. Там озеро фонит, как Чернобыль, просто озерцом. И вот в подобном озерце в Англии однажды нашли червей. Их притащили в лабораторию и сказали, как вообще такое может быть? Короче, поместили их на стекло, хотели посмотреть там водичку, они сдохли. Они притащили еще раз червей, поместили их в воду нормально, они сдохли. Оказалось, у червей полностью заменился метаболизм. У них, грубо говоря, вместо там железа и нити, которые были кофакторами ферментов, стали работать теперь там кадный, кобальт и никель. А этих элементов, то есть, грубо говоря, они уже не могут жить в чистой воде. Конечно, мы адаптируемся. И какие бы жуткие вещи ни происходили, человеческий организм, организм животных, и вообще природа, она очень пластична. Упить мы и не сможем. Как мы себе бы там, когда экологи собираются, я сам эколог, по второй степени, когда собираются, говорят, мы там, нет, природу уничтожить невозможно. Слишком великой его вот этот вот запас прочности, он невообразим.